В ночь с 22 на 23 ноября в Алматы произошло событие, которое спровоцировало скандал общенационального масштаба. Случилось это в самом центре мегаполиса, на пересечении улиц Тулеби и Ауэзова. Здесь уже не первый год работает один из крупных центров торговой сети по продаже бытовой техники. Территория, прилегающая к прежней части, была достаточно хорошо благоустроена. Здесь росли здоровые и относительно молодые дубы и вязы. Они-то и пали жертвы и рабочих с бензопилами. От шума проснулись жители ближайших домов. Когда они подошли к торговому центру, то испытали настоящий шок. Все 14 деревьев лежали на земле. От них остались только пни. Посмотрите, что творится у нас в городе. В центре города Алматы. Срезали такие деревья, огромные, большие, которые росли. Я не знаю, на каком у вас слова никто разрешился это делать. Это видео мгновенно распространилось по социальным сетям и мессенджерам. Возмущению как алматинцев, так и жителей всей страны не было предела. Все задавались вопросом, чем владельцам торгового центра так сильно мешали деревья. Высказывалось мнение, что деревья срубили потому, что они закрывали фасад здания, мешая рекламировать бытовую технику. На ситуацию обратил внимание даже глава государства. Он поручил Акиму Алматы Бахиджану Сагентаеву провести служебное расследование, найти виновных и наказать их. После того, как президент Касым Жамар Такаев дал оценку этому вопиющему факту, государственные органы Алматы стали в буквальном смысле соревноваться с друг другом по оперативности предпринимаемых мер, для того, чтобы устранить последствия этой крайне неприятной для них ситуации. Прошло всего лишь несколько дней, но на месте старых деревьев уже растут новые. Вопрос в том, приживутся ли они здесь. Расследование показало, что деревья срубили компании-подрядчики торгового центра. Одно с издевательским в контексте произошедшего названием Сакура, второе ИП Буребекова. Началось досудебное расследование. В ходе проверки установлено, что разрешение уполномоченных государств норм не выдавалось. В этой связи специализированная предохранная прокуратура города Алматы начата досудебное расследование по статье 340 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает у нас 120 МРП, либо арест до 30 суток. Общий ущерб от незаконной вырубки здоровых деревьев составил около 900 тысяч тенге. Установлено, что все уничтоженные деревья относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видом. В производстве управления полиции Алманинского района находится уголовное дело, которое было зарегистрировано в РДР по статье 340 УК РК. Это незаконная порубка уничтожения деревьев и кустарников. В настоящее время состав уголовного правонарушения по делу переквалифицирован на часть 2 статьи 339 УК РК, то есть на незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений группой лиц. На сегодняшний день все фигуранты данного преступления нами устанавливаются. Основной фигурант установлен. Тем оказалась жительница города Алматы. Она признана подозреваемой. Еще через день на месте происшествия высадили 30 краснокнижных черешчатых дубов. Они были приобретены за счет городского бюджета в одном из питомников Алматинской области. Мы не стали дождаться действий Сулпака, потому что вчера было проговорено о том, что Сулпак не собирается действовать дальше или приносить свои извинения и вообще что-либо предпринимать. Поэтому Акимат за счет компенсационной посадки города проводит вот эту посадку. Но нужно обязательно отметить то, что после окончания всех судебных и расследовательских дел, кто виновный будет определен, он обязательно должен будет обязаться и высадить компенсационную посадку. На первый взгляд такая оперативность чиновников и силовиков, конечно, достойна похвалы. Однако напрашивается закономерный вопрос. А что было бы, если бы глава государства не обратил внимания на этот инцидент? Наши все пилильщики, которые у нас есть в городе, они знают, что максимум к ним можно применить статью 386. И за ней последует, например, так как они ЕП, как правило, там всего сумма ущерба может достигать до, точнее, сумма взысканий будет 15 МРП и все. Они на это рассчитывают и смело пилят, и говорят подрядчикам, подрядным организациям, бизнесу, нормально добросовестному, осознанному бизнесу, говорят, мы это дерево уберем, ты ни за что не переживай, все риски мы берем на себя, по договору мы ответственны за все это. И вот результат Сулпак. Подобные происшествия в Алматы происходят все чаще и с какой-то пугающей регулярностью. Вот только недавние случаи. В августе в парке имени 28 гвардейцев-панфилосов проводилась реконструкция. Подрядчики, прокладывая реки и укладывая кабели, рубили корни деревьев, фактически ставя их на грань гибели. Ситуация, как и всегда в таких случаях, вызвала общественный резонанс. Но виновные отделались всего лишь незначительными административными штрафами. В этом же месяце возмущение горожан в социальных сетях вызвало такое благоустройство улиц, при котором деревья фактически закатывали в бетон. На запрос агентства Хабар в Акимате Алматы отвечать отказались. Алматы – факт незаконного уничтожения яблоневых садов. Плодовые деревья рубили на каменском плато без всякого на то разрешения, чтобы построить коттеджи. Было уничтожено более сотни яблонь. Итог тот же – небольшой штраф для виновницы – хозяйки участка. Случаев подобных много, и о них можно говорить долго. Я предлагал, например, кратность увеличения за каждое дерево. Вот ты спилил одно дерево – кратное увеличение. Условно, ты одно или десять вот сейчас спилил, ты плачешь всего 15 мрп по КУАПу. Если ты, например, сделаешь кратное увеличение, то, условно, ты за каждое дерево по 15 мрп заплачешь. Это плюс. И плюс ты еще компенсацию сделаешь за незаконный снос, там, 1 к 30, к 40. Но я еле-еле добился к 1 к 20. Я не знаю, если они сейчас примут этот вопрос, это будет хорошо. Потому что сейчас у нас этот вопрос открытый стоит. Тимур Ильусизов, основатель общественного движения «Казэкопатруль» и сын известного экоактивиста Мелса Ильусизова, считает, что в Казахстане неправильно применяется природоохранное законодательство. Уже два года он безуспешно пытается что-то изменить. Если, например, взять природоохранную полицию, она всего работает по трем статьям. 386, 408 и 505. Ну, правила благоустройства. По КУАПу. Все. У них полномочия очень сужены. А открыт отдельный штат, да? Они должны заниматься вопросами земельных отношений, вопросами незаконных свалок. Это вот, я думаю, полиция должна заниматься этим вопросом. Потому что есть засорение почвы, есть нецелевое использование земли, там, загрязнение воды. Это все вот как раз вот 21 глава, я думаю, что нужно расширить полномочия природоохранной полиции, так же, как и департаменты экологии, чтобы они могли совместно отрабатывать эти вопросы. А сейчас, получается, ну, все это так, на самотек пустили. Озеро Кабейтус, избиение беззащитного Каспийского тюленя в Актау, сброс нечистот в озеро Лаколь. Все эти шокирующие эпизоды, вопиющие варварского отношения к окружающей среде, получили свое развитие только после того, как на них обратил внимание и взял под контроль глава государства, после реакции которого к решению проблем подключились госорганы. На все остальные факты реагируют только экоактивисты и общественные организации, у которых нет достаточных полномочий. Но, тем не менее, трудно представить себе, что было бы, если бы гражданское общество сохраняло такое же молчание, как и те, у кого есть все рычаги для защиты природы.